Добрый день, друзья! С вами на связи Агеева Вера, мой блог про 205.ру, и я являюсь участницей школы продаж Валерия Бовсуновского. Сегодня мы с вами начнем изучать программу Камтазия Студия. Это программа, которая позволяет делать видео уроки с экрана монитора. Вот так выглядит эта программа. Для того, чтобы начать в ней работать, мы нажимаем левой кнопкой мыши два раза и ждем, пока она откроется. Мы можем сделать запись с экрана монитора. Мы можем сделать запись звука, сделать презентацию в программе PowerPoint и выбрать файл компьютера, тот, который мы создавали раньше. Мы можем с вами закрыть это окошечко, либо нажав на крестик, либо нажав на глоссы. У меня версия английская. Нажимаем. Мы с вами рассмотрим панель, которая у нас открылась после нажатия на глоссы. Открывается рабочая панель, в которой будут происходить все действия с Камтазией Студия, панель просмотра и рабочая шкала времени, на которой мы будем редактировать видео и аудиозаписи. Мы закрыли окошко. Но работу можно начать и без того окна. Нажав на рекординг, мы с вами сможем начать запись. Нажав импорт медиа, мы восстановим на рабочей панели те файлы, которые нам нужны для дальнейшей обработки. Это окошечко отвечает за сохранность наших файлов. Это окошечко, клипбин, отвечает за установку на раскадровочную шкалу фильма. Либрери. Эта вкладка отвечает за библиотеку. Колоудс. Это выноски, которые мы будем добавлять в наш фильм. Вкладка море. В ней очень много добавлено вкладок. Сейчас они недоступны, поскольку у нас с вами на рабочей панели нет ни одного фильма. Здесь у нас показывается плеер, перемотка вправо, назад и время, которое длится наш фильм. Эти значки отвечают за шаг назад и шаг вперед во время редактирования. Ножницы отвечают за вырезание ненужного нам куска в редактировании фильма. Это копирование. Вот этот значок позволяет наш фильм разделить на части. Это масштабирование. Здесь будет бегунок, который мы будем передвигать. И аудио будет у нас с вами раздвигаться по шкале времени. Эта вкладка отвечает за видео. Эта шкала отвечает за аудио в фильме. Вкладка файл. Здесь мы можем сохранить. Сохранить как? Ну что ж, давайте мы с вами продолжим. Я вам еще покажу вот этот инструмент, который отвечает за длительность показа нашего фильма. Аудиозапись. Карандаш, если мы на него нажмем, то выпадает вот такая панель, которая позволяет нам рисовать на экране, делать либо квадраты, эллипсы. Мы можем с вами менять форму, делать линию. Можем менять цвет. Зеленый выбрала я сейчас. И это очень удобно. Мы можем с вами выбрать то, что нам подходит. И точно так же можем менять цвет. Эта вкладка отвечает за удаление фильма, если он вам не понравился. Эта вкладка отвечает за остановку фильма. И такая же кнопка есть на клавиатуре. Это кнопка F9. Она приостанавливает наш с вами фильм. И если вы захотите продолжить фильм, то вы можете нажать ту же самую кнопку. F9. Стоп говорит о том, что вы фильм остановили, и дальше он продолжаться уже не будет. И клавиша F10 отвечает тоже за эту функцию. Перед тем, как начать работать, у вас вот в этом месте вы будете выбирать размеры окна вашего фильма. Сейчас она у меня установлена на размер 616 на 824. Вы будете восстанавливать свои размеры. Сейчас я вставлю сюда фильм, импорт фильма делаю. И нажав правой кнопкой мыши, нажимаю на установить на раскадровочную шкалу. И мне Камтазия предлагает выбрать размер этого фильма. Здесь стоит 624 на 480. Я выбираю 824 на 616. Запускаем Play и наш фильм мы можем просмотреть. И теперь наша вкладка море мы можем с вами увидеть стало активное. Мы можем добавлять. Вот она прибавилась. Эта вкладка называется Zoom&Pen. Она отвечает за увеличение размеров приближения и удаления экрана. Редактирование аудио. Курсор эффект. Титл клипс добавления. Рекорд камера. Включается веб-камера в работу. Со всеми этими вкладками мы будем с вами знакомиться в следующих видео. На сегодня я урок заканчиваю. Всего доброго. С вами на связи была Агеева Вера. Мой блог pro205.ru Заходите за следующими уроками.